Здравствуйте! Пришло время Русского мира. Об интересных событиях этой недели в России и за рубежом расскажу я, Альбика Ильясова, в этом выпуске. День российской науки. Владимир Путин вручил премии молодым ученым. Кино на службе Отечеству. Первый международный передвижной фестиваль стартовал в Музее Победы. Бурятия, Калмыкия и Тува. Новый год по буддийскому календарю празднуют три республики. А теперь подробнее об этих и других новостях. В этом году Российской Академии Наук исполнилось 300 лет. Дата ее основания совпадает с Днем Российской Науки. В Государственном Кремлевском дворце состоялся торжественный вечер, посвященный этой знаменательной дате. Владимир Путин вручил государственные награды и премии выдающимся ученым в области науки и инноваций за 2023 год. Премия главы государства вручается с 2008 года. Ее получают молодые ученые и специалисты за большой личный вклад в развитие науки и в инновационную деятельность. Она вручается ежегодно и размер каждой из наград составляет 5 миллионов рублей. Российская Академия Наук отмечает свой юбилей. Ей исполняется 300 лет. Это событие, безусловно, не только национального, но и действительно глобального значения и масштаба. И потому оно заслуженно включено в перечень памятных дат ЮНЕСКО. Символично и то, что именно в день рождения Академии мы отмечаем День Российской Науки. Лауреатами премии этого года стали авторы разработок в области нейроморфного искусственного интеллекта, регуляции вспышек массового размножения насекомых вредителей, а также поиска золота и платины. Награду получил старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Сергей Павлушин, доцент кафедры геохимии Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Якубович и профессор Нижегородского государственного университета Сусанна Гордлеева. Уверена, что в ближайшем будущем нейроморфные технологии искусственного интеллекта будут превосходить существующие технологии в самых различных областях. От бесполотных транспортных систем до нейроимплантов в медицине. Нейроморфные технологии искусственного интеллекта повторяют принципы работы мозга. Именно это позволяет им работать более эффективно. Награда, полученная мной, это признание не только моих личных заслуг, но и заслуг моих коллег из Нижегородского государственного университета. Еще одним лауреатом стал ведущий конструктор по изделию опытно-конструкторского бюро имени Архипа Люльки Георгий Гагаев. Его отметили за комплекс работ, обеспечивающий укрепление обороноспособности страны. По мнению Владимира Путина, энергия и смелость молодых исследователей позволяет отечественной науке занимать все более высокие позиции. Созданная Петром Первым за эти три века Российская Академия Наук вместе с государством прошла большой и яркий путь. Она всегда объединяла ведущих исследователей, настоящих искателей истины, которые помогали стране развиваться, изучали ее природные богатства, совершали прорывные открытия и создавали научные школы. Также российский лидер удостоил звания Героя Труда академика Юрия Осипова и вручил ординацию заслуги перед Отечеством Первой степени академикам Российской Академии Наук Лейли Адамян, Валерию Козлову и Геннадию Месяц. Любовь Курьянова специально для программы «Время русского мира». В Музее Победы начал свою работу первый международный фестиваль «Кино на службе Отечеству». Он создан по поручению президента России по итогу встречи с матерями участников специальной военной операции. Подробнее о мероприятии в материале моей коллеги Анастасии Голдабиной. «Кино на службе Отечеству» — это культурно-просветительский проект Российского общества знания и Комитета семей воинов Отечества. За прошедший год фестиваль объединил 27 регионов страны, показав киноленты в высших и средних учебных заведениях, а также проведя сотни встреч молодежи с творческой командой режиссеров, поэтов и музыкантов. Объединяющей идеей для фестиваля стал образ участника специальной военной операции в искусстве. Идет просто глобальная работа с регионами, и надо отдать должное, что у нас в регионах есть безумно талантливые режиссеры, которые в этой теме и которые снимают очень достойное кино. Есть группа в телеграм-канале «Кино на службе Отечества», где анонсируются все показы и будут анонсироваться. Я думаю, что нашему зрителю стоит подписаться, потому что, возможно, в федеральных каналах это не покажут, но фестиваль работает активно. Мероприятия фестиваля прошли не только в Музее Победы, но и в кинотеатре «Иллюзион» в рамках выставки Форума России на ВДНХ и в Сеченовском университете. Участниками фестиваля стали активисты общественных и патриотических организаций регионов России, творческая молодежь, а также семьи военнослужащих и участников специальной военной операции. Все фильмы о Великой Отечественной войне были сняты либо фронтовиками, либо с фронтовиками в главных ролях. И поэтому эти фильмы такие честные. Современное кино о Великой Отечественной войне не особо достоверное. То же самое будет касаться и специальной военной операции. То есть фильмы, снятые участниками, фильмы, снятые про участников, будут более открытыми, что ли, более честными. В день открытия фестиваля прошла презентация интерактивной выставки портретов героев специальной военной операции под названием «Уголь земли русской». Эта выставка представляет лучшие работы мастеров из разных регионов России, профессиональных художников, выпускников художественных училищ и школ. Мы разрабатывали маршруты, мы договорились с людьми на местах. То есть шла очень серьезная подготовка, помимо того, что это просто жизненно опасно было. Вот в нашем фильме там есть действительно уникальные истории учителей, которые и спасали своих учеников, и которые, несмотря на страх, который происходил, не убежали, остались. На фестиваль были поданы заявки от режиссеров из 30 регионов России и трех стран мира – Республики Сербской, Ирана и Ливана. Жюри рассматривает их в рамках конкурсной программы по следующим номинациям «Русский голос», «Семья есть Отечество», «Подвижники», «Герой нашего времени», «Якорь спасения», «Дух Родины», «Путь к Богу» и «Боевое крещение». Анастасия Голдабина специально для программы «Время русского мира». Буддийские регионы нашей страны показали традиции празднования Белого месяца на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Торжественные мероприятия, посвященные Новому году по буддийскому календарю в Бурятии, Калмыкии и Туве, продолжатся до 10 марта. Подробнее далее. В культуре трех буддийских регионов – Бурятии, Калмыкии и Тувы – прикоснулись посетители грандиозной выставки «Россия». Огромное количество мероприятий посвящено встрече Нового года по восточному календарю в этих республиках. И в каждой из них он называется по-своему – Сагалган, Цаханцар и Шага. В Калмыкии этот праздник отмечается ровно месяц. Мы готовимся к нему тщательно. Суслик уже давно вышел из спячки и оповестил о том, что наступил Сагалганцар. В этот месяц мы готовим особые угощения, жарим борцыки, варим калмыцкий чай, делаем подношения своим бурханам, ходим в гости к старшему поколению, затем к младшему. Конечно же, делимся традициями и обычаями нашего кочевого народа. В павильоне регионов России, где представлена и Республика Бурятия, каждый день проводятся интерактивы, викторины и мастер-классы. Здесь можно принять участие в национальной игре «Шагай на Адан», «Чиканке» и «Игре на Маринхуре», а еще услышать легенды бурятского народа и традиционные благопожелания уреалы. Наш уреал уже существует 42 года при РЦНТ. Я, например, уже хожу в уреале 27 лет. Помимо вокального и художественного исполнения, народный ансамбль «Уреал» продемонстрировал красоту и колорит национальных бурятских костюмов. На мне серингинский костюм. На мне хоринский костюм. На мне серингинский костюм. На мне тургинский костюм. На мне сарковский костюм. Все желающие с удовольствием фотографируются на выставке с бурятским Дедом Морозом Саган Убгеном и принимают участие в мастер-классах, на которых художники из Бурятии помогают изобразить символ Нового года – зеленого деревянного дракона. В дни празднования Белого месяца я буду проводить мастер-класс по бурятской традиционной живописи, где мы будем рисовать открытку с драконом. Бурятская традиционная живописи – она плоскостная, основана на буддистской иконописи. Современные художники сейчас рисуют светские мотивы. В основном, конечно же, это тема семьи, быта, традиций и детей. Также в этом месяце Москва впервые широко отмечает и китайский Новый год. В рамках 75-летия дипломатических связей между Россией и Китаем. Праздник объединяет москвичей и гостей столицы на различных площадках, предлагая культурные и гастрономические мероприятия, включая уличный театр, ярмарки и чайные церемонии. Евгения Фахурдинова специально для программы «Время русского мира». Фонд «Русский мир» организовал поездку сирийских школьников во Всероссийский детский центр «Орленок», а также их пребывание в столице. Во время экскурсии по Москве ребята продемонстрировали свои знания русского языка, подготовив много песен и рассказов о нашей стране. 30 школьников, изучающих русский язык в общеобразовательных школах Сирии, получили возможность до конца февраля активно провести время в «Орленке». Путевки, которые предоставило Министерство просвещения Российской Федерации, стали наградой за отличное изучение русского языка и участие в конкурсах, посвященных русской культуре. За февральскую смену школьники из Сирийской Арабской Республики узнают о России много интересных фактов, выучат новые слова, погрузятся в русскую культуру и, конечно же, обретут новых друзей. Накануне «Русский дом» в городе Оши передал в дар школьникам Кыргызстана учебники по математике, химии, биологии, алгебре, геометрии и другим предметам, а также учебно-методическую и художественную литературу всего около 3000 экземпляров. Акция «Дарите книги с любовью» состоялась по случаю Международного дня «Книга дарения». Всего с 2017 года «Русский дом» в Оши подарил школам Ошской, Баткенской и Джалал-Абатской областей более 30 тысяч учебников и методических пособий, в том числе по изучению русского языка как иностранного. Акция «Дарите книги с любовью» проходит и в Казахстане. В этом году «Русский дом» в Остане приурочил свое традиционное событие к году волонтерства в странах СНГ. Ведь именно волонтеры помогли собрать сотни книг на русском и казахском языках. Во Всемирный день «Книга дарения» все экземпляры торжественно передали в столичные библиотеки и школы. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране и городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.rm.sobaka.yandex.ru Всего доброго и до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok